МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старый Жигуль наделал переполох возле областного управления СБУ. Укрсоцбанк грозится выселить жителей нескольких домов на улице Высоцкого. В Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы среди свиней. Далее об этих и других событиях более подробно. Меня зовут Игорь Буренко. Добрый вечер. Трагедия в Одесской области. В Болграде погибло сразу трое детей. Малышам было 3, 5 и 7 лет. Дома они были совсем одни, поэтому спасти их от пожара было просто некому. С места событий вернулся наш Константин Гак. Трагедия произошла в городе Болград. Около двух часов дня здесь загорелся частный дом. Внутри находилось трое детей, двери были заперты, так что выбраться из огня они не смогли. Миша, Эдик и самая младшая трехлетняя София. Судя по всему, дети играли с огнем, пока родители ушли на работу. Соседка позвонила. А вы рядом работаете, получается? Вот, сто метров я здесь рядом. Говорят, что вы только пообедали, только ушли с дома. В течение 40 минут. Вот это все сгорело. Я слышала крик только. Я только слышала, когда истерический крик. А уже когда ближе подошли, там уже видно было и дым, и пожарка приехала, и скорая. А потом сосед уже там с той улицы вышел и сказал, что дети готовые уже. Чтобы прокормить детей, в семье работают и мать, и отец. На няню денег не хватало. Родственников, которые присмотрели бы за малышами, в семье тоже нет. Местные по-разному реагируют на трагедию. Некоторые критикуют родителей. Оставлять детей одних нельзя было ни в коем случае. Но большинство соседей оправдывают и отца, и мать. Говорят, в семье не пили, а дети всегда были ухоженные. Она себе их смотрела и в садик, и в школу, и одевала, и гладила, и стирала. Мы ничего никто, и соседи не можем сказать. Я не могу сказать плохого ничего. Она прекрасная мама. Как же она бедная, она же не спать, не жить не захочет. Вы понимаете? Нельзя ее не винить ни в чем. В милиции тем временем начали два уголовных производства о нарушении пожарной безопасности и ненадлежащем уходе за детьми. Производство начато по факту. Вопрос о привлечении родителей будет разрешен немного позже по результатам расследований. Если маму и папу погибших признают виновными, им грозит тюремный срок от двух до пяти лет. Константин Гак, Константин Длужневский, Седьмой канал. Укрсоцбанк грозится выселить жителей нескольких домов на улице Высоцкого. Люди заселились в них четыре года назад. Как оказалось, строительная фирма «Альянс» заложила банку эти квартиры еще на стадии строительства. О том, что недвижимость под залогом, жильцы даже не предполагали. Адрес домов, который находится на поселке Котовского, поселок Котовского был обозначен как поселок Касовского. И когда люди пытались выяснить судьбу квартир, которых они покупали, они по указанному адресу не находили никакого применения. Поэтому спокойно покупали. Поэтому люди сейчас являются пострадавшей стороной. И помимо того, что в принципе до 2009 года нельзя было по закону брать в ипотеку недостроенно. Банк со своей стороны пока от своих требований не отказывается. Руководители на встречу с жильцами приехать не смогли. Со стороны банка выступила юрист. Кредит, банк и ипотечный договор выдавал ранее, чем Альянс продавал вам эти квартиры. Поэтому мы сейчас находимся тоже в очень сложной ситуации. Поймите правильно, что вкладчики банка, которые приносят, скажем так, депозиты, за счет которых банк потом выдает кредиты, сейчас хотят возвращать свои депозиты. Жильцы домов уже выиграли суд в трех инстанциях. А 4 ноября по их делу состоится слушание в Верховном суде. Старый «Жигуль» наделал переполох возле областного управления СБУ этой ночью. Кинологи и взрывотехники проверяли машину на наличие взрывчатки. Автомобиль был оставлен возле въезда на режимный объект по улице Екатерининская. Движение было перекрыто, а квартал оцеплен. На вызов прибыли милиция, полиция, пожарные и скорая помощь. Пришел вызов экипажу, что вроде как подозрение на заминирование есть. Насколько там правда, не знаю, посмотрели автомобиль. Вроде там что-то есть, какие-то предметы непонятного происхождения. Взрывотехники работают, там дальше будет видно. Выяснили, что владелец машины пенсионер 42-го года рождения. К нему отправили оперативную группу для получения разрешения на досмотр авто. Через два часа машину, наконец, вскрыли. Оказалось, предметами, которые вызвали подозрения, стали старые бушлаты и саперные лопатки. По словам одного из сотрудников СБУ, на машине ездит скупщик старых вещей со староконного рынка. Сейчас пытаются установить его местонахождение. В селе Каменка Одесской области среди свиней зафиксирована вспышка африканской чумы. Эту болезнь подтвердила ветеринарно-санитарная экспертиза. Диагноз обнаружили у более 600 голов свиней в возрасте старше двух месяцев. Савранская администрация вместе с МЧСниками и органами внутренних дел приняли меры, чтобы не допустить распространения эпидемии в другие районы Одесского региона. Чем грозит Украине эпидемия чумы и можно ли употреблять зараженное мясо, расскажет Ольга Голодова. Африканская чума свиней – это заболевание диких и домашних свиней. У животного повышается температура, наступает паралич задних конечностей, начинается воспаление легких и остальных внутренних органов. В течение 5-9 дней свинья погибает. В Украину эта беда пришла в начале июля. Первые случаи заболевания обнаружили под Киевом. В конце октября в селе Каменка Одесской области. На сегодняшний час было обмежено территорию карантинной зоны. Відповідно до инструкции Министерства агрополитики, были перекопаны все шляхи, не основные. Были прописные пункты поставлены, чтобы не позволить вывозить свинину, чтобы не увеличилось это заражение на другие районы Одесской области и на другие сели Савранского района. Компенсировать местным жителям затраты обещают только для взрослых свиней. Про возврат денег за маленьких поросят речь пока не идет. Инфекция распространилась на территориях Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Ровенской областях. Вакцины от этой чумы нет. Есть только один путь – умертвлять животных бескровным методом – сжигать или закапывать в землю на глубину не менее двух метров. Да и для того, чтобы возобновить поголовье скота, чтобы свиньи рождались здоровыми, надо около двух-трех лет. Карантин может быть снятий после того, как будут выполнены все заходы, знищено поголів'я, через 40 дней будет сняти карантин. Это не означает, что люди должны сразу тут же и начать работу по оттворению поголовья. На это дело отведено по законодавству шесть месяцев. Употреблять мясо зараженной свиньи можно, говорят врачи. Продавать его нельзя – это небезопасно. Вирус быстро распространяется. Человек не болеет данным видом заболевания. Мясо употреблять можно. Единственная проблема и самое важное, о которой я говорила, это экономическая ситуация и материальный ущерб, который наносит данное заболевание. Пока вакцину от болезни не нашли, ветеринары, спасатели и сотрудники внутренних дел пытаются не допустить дальнейшего распространения чумы. Ольга Голодова, Валентин Мирза, 7 канал. Все на борьбу с инсультом. Сегодня в городском саду волонтеры и медики призывали горожан вести здоровый образ жизни. Рассказывали об особенностях этого опасного заболевания и предлагали всем желающим проверить артериальное давление. Вместе со всеми о своем здоровье заботился и журналист 7 канала Дмитрий Колцун. Данные Всемирной организации здравоохранения поражают. Каждые шесть секунд в мире регистрируются новые случаи инсульта. Каждый пятый житель планеты подвержен этому заболеванию. По статистике в городе и области ежегодно развивается около 6 тысяч инсультов. Каждый третий случай приводит к летальному исходу. А каждый второй заболевший остается инвалидом на всю жизнь. Первое, что вы можете заметить, становится невнятная речь. Речь это, когда человек, ну может быть она становится такой тягучей, непонятной, ему сложно сказать, выговорить слово. Потом вы можете заметить асимметрию лица, особенно нижняя половина лица с одной стороны. И затем вы можете очень легко проверить этот симптом, вытянуть руки перед собой и одна рука будет падать. То есть он не сможет удержать. Это вот так вот делается, либо вот так вот делается, одна рука вот так будет удержаться. Он не сможет удержать. Поэтому, как только вы увидите вот эти вот симптомы, это я обращаюсь ко всем жителям Одессы, немедленно звоните и вызывайте скорую медицинскую помощь. Время выявления заболевания играет важную роль. Если в течение шести часов больному не окажут помощь, то ему грозит глубокая инвалидность или смерть. Лечить инсульт достаточно сложно. Это дорогостоящее мероприятие. Реабилитация еще усложнений, она очень долгая, длится примерно два года после перенесенного инсульта. Поэтому значительно легче не допустить это заболевание, то есть профилактировать. Как отмечают специалисты, самая простая профилактика инсульта – это просто следить за своим здоровьем и не забывать посещать лечащего врача хотя бы раз в месяц. Чтобы обратить внимание общества на эту проблему, ежегодно в мире проводится Всемирный день борьбы с инсультом. В его рамках во время акции в Горсаду волонтеры и медики обращали внимание горожан на основные факторы риска развития инсульта. Наша задача сегодня – привлечь и студентов, и учащихся ПТУ, и старшеклассников, чтобы уже с этого времени они сознательно относились к своему здоровью, как можно чаще обращали внимание на те или иные свои какие-то состояния, симптомы, и обращались к врачу, чтобы можно было как можно раньше, если нужно, начать лечение и не доводить до каких-то серьезных последствий. Мы также решили воспользоваться возможностью и проверить свое здоровье. Результаты не очень утешительные. 140 на 90. Что значит надо делать? Что надо делать? Ну, вам нужно, во-первых, со своим участковым врачом контактировать, взаимосвязь вести. Такое давление, оно и не… получается и не очень высокое, и не очень низкое, да, то есть и не низкое. То есть тут нужно контролировать для того, чтобы, если будет тенденция к повышению, то есть уже своевременно, то есть какие-то делал действия, то есть принимать таблетки, либо изменить, во-первых, образ жизни. Что ж, большое спасибо. Приму все эти консультации к сведению и со следующей недели в участковую поликлинику. Отказ от вредных привычек, контроль артериального давления и здоровый образ жизни. Такие профилактические меры, по словам медиков, способны значительно снизить риск заболевания. Ну и еще избегать стрессов. Одним из главных факторов избежать риска инсульта – это грамотность, информированность населения. Это то, чему посвящена наша сегодняшняя акция. Потому что врага нужно знать в лицо. Когда мы знаем врага, мы уже знаем, как его победить, мы знаем, как не бороться. И, конечно же, вот я посоветую вам избегать стрессов. Потому что хорошее настроение, правильное отношение к людям, к обществу и к сегодняшним событиям – это тоже фактор риска, который можно значительно нейтрализовать. В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом в субботу в районных поликлиниках пройдет день открытых дверей, чтобы все желающие могли пройти необходимое обследование и получить консультацию специалистов. Дмитрий Колцун, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Делегация НАТО во главе с начальником штаба стратегического командования генералом Ежебежевским и советником Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Марком Лейти посетила Одесскую военную академию. Наш город стал третьей точкой поездки после Львова и Киева. В академии зарубежные гости провели встречу с курсантами и преподавательским составом, обсудили перспективы реализации программ по обмену опытом. В первую очередь мы пытались войти в контакт со слушателями этих академий с преподавательским составом, для того, чтобы объяснить, что такое НАТО, чем мы занимаемся. Это ознакомительная поездка. Из основных отличий между стандартами украинской армии и НАТО Ежебежевский в первую очередь отметил языковой барьер. Мы обратили внимание на необходимость интенсифицировать изучение английского языка курсантами и офицерами. Это основа для оперативной совместимости с армиями стран НАТО. Дал генерал еще один неоднозначный совет. Касается он воспитания курсантов на примерах из истории. Такой совет. В академиях есть музеи. Вам стоит туда заглянуть и поставить себе вопрос, хотим ли мы, молодых людей, учить тому, что представлено в этих музеях. Я говорю о советской истории. Две недели от Раду, 500 консультаций и 3000 предоставленных услуг. В Центре обслуживания граждан рассказали об итогах первых двух недель работы. Пока что новая государственная служба предоставляет 57 видов услуг. За работой Центра понаблюдали и наши корреспонденты. Первое, чему удивляешься, когда попадаешь в Центр административных услуг, тому, что тебя встречают. Работа на этой позиции заключается в том, чтобы встретить человека, выяснить, какая послуга ей интересует, и понять, если она по адресу пришла или нет. Если какой-то вид услуг здесь вам пока предоставить не могут, подскажут, куда следует обратиться. Если вопрос можно решить в Центре, расскажут порядок действий. Эту информацию можно узнать и на электронном рецепшене. Предположим, мне нужно получить паспорт гражданина Украины. Находим раздел «Получение паспорта» и «Регистрация». Выбираем пункт «Оформление и выдача паспорта гражданина Украины». Открывается меню с тремя закладками «Документы», «Порядок получения» и «Результат услуги». Все просто. Информация находится на сайте Центра. Зайти на него можно и из дому. Чтобы получить консультацию, даже зарезервировать билет электронной очереди на прием к специалисту. А потом прийти в Центр на определенное время. Не любите общаться с техникой? Не проблема. В Центре есть классический рецепшен, где на ваши вопросы ответят люди. Мне нужно было узнать, где я могу получить соответствующие документы. Я получил полную информацию. Великолепно. На рецепте первого этажа мы консультируем людей по поводу тех услуг, которые их интересуют. Сроки оказания услуги, стоимость, если это не бесплатно. В случае, если с документами все хорошо, человек поднимается на второй этаж, где такая же рецепция. И там выдают билет электронной очереди. Собрали документы, но забыли сделать фото? Бежать никуда не нужно. На первом этаже установлены фотокабины. В зависимости от того, какой вопрос вас интересует, вы получите билет в один из нескольких секторов. В секторе номер один – это регистрация бизнеса, номер два – это регистрация недвижимости. Также в секторе номер один у нас присутствуют специалисты по работе с выдачей паспортов. В секторе номер четыре – это выдача, в секторе номер три – это у нас идет быстрый сервис. То есть выдача доведок, выписок, выдача, например, вытягов с реестра о юридических лицах и предпринимателях. В секторе быстрого сервиса можно получить справку за 15 минут, но она обойдется дороже. Расценки в обычных секторах не выше стандартных в других госучреждениях, предоставляющих аналогичные услуги. Только здесь работа идет настолько быстро, что одесситам трудно поверить, что они находятся в государственном учреждении. Я обратился по вопросу замены паспорта по причине непригодности. Мне сказали, что все будет в течение пяти дней, но смс пришла на следующий день, а пришел я уже сегодня. То есть на второй день я уже получил новый паспорт. Пока не все получается так же быстро. Большой наплыв клиентов в секторе регистрации имущества. Приходится ждать. С начала работы центр предоставил порядка трех тысяч услуг и пятисот консультаций. Ежедневно сюда обращаются до пятисот клиентов. В центре надеются на расширение штата. Сейчас здесь работают 50 сотрудников, а могут 65. Ждут и других важных реформ. Очень важно для нас это повышенная степень самоуправления, которая позволит нам полученные средства оставлять в нашем центре, таким образом повышать уровень заработных плат наших сотрудников. Сегодня центр предоставляет 57 услуг, среди которых и бесплатная юридическая консультация. Скорость их предоставления контролируется программой, в которой работают специалисты. Она не допускает задержек сверхнормативного времени. Качество сервиса не контролирует. Пока с этим проблем нет. Мотивация сотрудников на уровне. Солистка Одесского церковного хора Анна Лазаренко попала в ДТП на Николаевской дороге. Она получила сотрясение мозга, десятки ушибов, множественные оскольчатые переломы со смещениями и потеряла память. Водитель скрылся с места происшествия. В этот же день его нашли сотрудники правоохранительных органов. Всю историю знает Юлия Федорова. В момент, когда меня сбило, люди говорят, что меня перекинуло сильно, 5 метров или 10. Я отлетела, перевернулась, одежда разорвалась. С левой стороны я летела и стекла им выбила, ну, с собой. Возвращаясь с работы, она переходила дорогу и оказалась под колесами автомобиля. Он несся на огромной скорости по Николаевской дороге и просто снес ее на обочину возле молодой гвардии. Все события от того вечера стерлись у нее из памяти. Я этого человека, который сбил меня, не видела и в лицо не видела, и никогда не видела. И когда он сбил, я не помню, что со мной произошло, ни его, ни машину, ничего. В областную клиническую больницу Анну Лазаренко привезли в состояние, граничащем между жизнью и смертью. Врачи собирали ее буквально по частям. На операцию ушло 7 часов. Диагноз при поступлении – травматический шок, сотрясение головного мозга, выявлен перелом костей, очень сложный перелом костей голени. То, что при таких травмах она выжила, можно считать чудом. Аня потеряла память, с трудом говорила, плохо слышала и находилась в бреду. Своих родных стала узнавать не сразу. Реаниматолог, он сказал, сейчас нужно ее спасать, просто едьте за кровью и все. Самое главное сейчас – просто ее спасти. Сейчас у нее на ноге установлен аппарат Элизарова. По прогнозам врачей, Анне предстоит еще несколько операций. Кости будут срастаться минимум год. Все это время ей нужно бездвижно лежать. Видите, переломанные какие кости во многих местах со смещениями. И осколки, вот здесь вот осколки. До происшествия Анна Лазаренко пела в церковном хоре и воспитывала двоих детей. Еще помогала пожилой маме и бабушке. На спасение ее жизни родные и близкие уже потратили 50 тысяч гривен. Все деньги стараются достать сестра. И уже сейчас она в долгах и в отчаянии. Материальное положение действительно у нас тяжелое. И хотелось бы, конечно, обратиться с просьбой к неравнодушным людям. Если кто-то может и имеет какую-то возможность чем-нибудь помочь материально, мы были бы очень, конечно, благодарны. Водитель, сбивший девушку на трассе, обещал помочь, но никто из родных его даже не видел. По делу ведется следствие. Сейчас Анне необходима реабилитация, уйма лекарств и лечебно-оздоровительная физкультура. На все нужны тысячи гривен. Кто хочет и может помочь семье, расчетный счет есть на экране. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Купил себе свитер, второй автоматически отправился в детский дом. Юный одесский дизайнер придумал оригинальную акцию. Как он сам говорит, решил придать смысл обычным вещам. Наша Анна Грынев общалась с украинским стартапером. Подробнее расскажет в следующем сюжете. Юрий Плеханов уже три года занимается производством одежды под собственным брендом. Идея создавать вещи пришла после просмотра сериала. Тогда парень захотел себе футболку, как у главного героя. Найти эту вещь было очень непросто и дорого. Вот так и начался вещевой бизнес юного одессита. В этом сериале главный герой сам делал футболки. Ну и я хотел ему немного подражать, попробовать, как это. После футболок пошли и другие вещи. Кофты, майки, кепки, значки под своим брендом Хруст. Дальше пришла идея создавать свитеры с равномерным принтом. Я создал свои чертежи. Мне даже приведились впервые в жизни знания о синусах, косинусах, тангенсах, катангенсах. Ну в итоге у меня получилось с методом проб и ошибок. Я даже получил свой патент на полезную модель, чтобы можно было, ну, чтобы только я имел право на воплощение этой идеи. Совсем скоро молодежный бренд стал набирать популярность в городе. Вещи были современными, качественными, а на бирке гордо красовалась надпись «Made in Odessa Ukraine». Но именно такая популярность заставила Юру вспомнить о человеческой стороне работы. А что вот если по цене одной вещи делать сразу две? Одну вот человеку, клиенту отдавать, а вторую, ну, где могут понадобиться теплые вещи? Например, свитер. Ну, в детских домах, в приютах. Подарить тепло ребенку из детского дома может каждый. Для этого нужно совсем немного. Чтобы поддержать акцию, достаточно перейти по ссылке. Это ссылка на наш проект на Бумстартере. Зарегистрироваться там, то есть нажать кнопку «Регистрация», и там буквально минуты, и вы уже в проекте. То есть даже не придется ждать и мое подтверждение. И на моем проекте нажать кнопочку «Поддержать проект». Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно собрать полную сумму денег на сайте для стартапов. Если все получится, то каждый, кто поддержит идею, получит себе модный свитер и согреет одного ребенка в детском доме. В каком именно приюте это делать, решать вам. Анна Грынев, Валентин Мирза, Седьмой канал. Подробнее о том, как молодой дизайнер продвигает свой бренд по всей стране и как поддержать необычную акцию, смотрите в рубрике «Специальный репортаж» на Седьмом канале. И к новостям культуры. Молодые саксофонисты приехали в Одессу, чтобы посоревноваться в своем мастерстве. На втором международном конкурсе «Золотой саксофон Одессы» выступят музыканты из Испании, Японии, Китая и других стран. Возраст участников от 8 до 25 лет. Судить музыкантов будут саксофонисты из Таиланда, Бельгии и Австрии. 1 ноября в Одесской филармонии в 12.00 состоится первый малый галоконцерт. Награждение победителей и участники наиболее сильные, яркие будут играть в сопровождении фортепиано. А 2 ноября только лауреаты первых премий выступят в сопровождении Камерного оркестра Одесской филармонии. А также мы услышим наших мастеров, то есть профессоров, членов жюри конкурса, которые также исполнят свои произведения в сопровождении Камерного оркестра. Сами участники настроены только на победу и говорят, что главный соперник, с которым нужно соревноваться, это ты сам. Я люблю саксофон, потому что он красивый и потому что Лиза Симпсон играет на саксофоне. Я хочу не думать о том, что это соревнование, а просто насладиться игрой. Потому что соревнование – это всегда напряженно, но я думаю, что у меня получится вставить переживание где-то далеко. Я думаю, что у меня есть шанс на победу, поэтому я и приехал. Все мечтают оказаться здесь и выиграть этот конкурс. Организаторы заявляют, что победителю вручат гран-при конкурса «Саксофон». Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следите за новостями на сайте 7-й канал.com.ua и на нашей странице в Фейсбуке и ВКонтакте. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Увидимся с вами завтра. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok